Брекзит не угрожает Евросоюзу, но ЕС сожалеет о нем, ожидая скорейшей формальной заявки о выходе Великобритании из сообщества. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Там же стало известно и о планах Еврокомиссии по дальнейшему развитию ЕС. Подробнее наш СОПКОР в Западной Европе Жанна Террцт. «Развитие экономики и инвестиции, увеличение рабочих мест, создание единого цифрового рынка, поддержание европейской валюты и укрепление безопасности. В таких направлениях будет двигаться Европа внутри ЕС и у внешних границ. Европейский Союз сейчас не в идеальном состоянии, и многие вещи за год не изменились в лучшую сторону», заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря не только об экономическом кризисе, проблеме единства, но и о неперерывающемся потоке беженцев, которые продолжают пребывать в Европу, спасаясь от войн и преследований. «Что касается проблемы с беженцами, то, решая ее, мы начали видеть проявление солидарности. Я убежден, что мы должны быть едиными, но я признаю, что солидарность – дело добровольное. Это должно идти от души, от сердца. Солидарность нельзя навязать, к ней нельзя принудить силой». Не смог обойти глава Еврокомиссии тему Брекзита, заверив евродепутата в том, что выход Великобритании из ЕС не угрожает будущему Евросообщества. Юнкер подчеркнул, что рисков потерять Европейский Союз нет, а с Лондоном Брюссель намерен поддерживать как минимум дружбу. Мы уважаем и в то же время сожалеем о решении Великобритании, но сам по себе Евросоюз не находится под угрозой. Необходимо, чтобы отношения с Великобританией оставались дружественными и получили правильную форму. Неограниченный доступ к внутреннему рынку могут получить только те, кто согласится со свободным передвижением людей и товаров. Руководитель Еврокомиссии предложил и ряд конкретных инициатив по дальнейшему пути Старого Света. Среди них обеспечение равной зарплаты в Западной и Восточной Европе, строгое соблюдение законов конкуренции ЕС транснациональными компаниями, увеличение рабочих мест для молодежи, бесплатный доступ к беспроводному интернету во всех крупных городах Европы, усиление охраны внешних границ ЕС и сотрудничество в сфере безопасности. В ответ на неоднократные призывы к созданию единой европейской армии, Юнкер заявил, что ЕС пришла пора создать единый военный блок и штаб командования гражданскими и военными операциями. Такова социально-экономическая повестка дня ЕС на предстоящий год. А уже в конце этой недели, 16 сентября, главы 27 стран Евросоюза встретятся на саммите в Братиславе. По словам председателя Совета ЕС Дональда Туска, там лидеры ЕС попытаются вернуть себе политический контроль над Евросоюзом. Жанна Тернежу Мартахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель.